Мы говорили, видите, что все вот это происходит отрицательные вещи внутреннего человека, в том числе и речь. И корнем является что? Гордыня наша, да? И противоположная гордыня – смирение. Я вам зачитал из поучения отцов, Пиргей Авот, и есть и другие отцы христианстве. Были это мудрецы 2-го, 3-го века христианские. Некоторые они были евреями, некоторые антисемитами были. Но все равно они были ближе, когда церковь была ближе к еврейскому мышлению, да? И некоторые их мысли я приведу. Вообще, отцы есть в любой. У пятидесятников есть отцы в церкви? Дерек Принц, например. Отец церкви, я считаю, да. У харизматического движения? Глядя, да? Правда? Это люди такого же авторитета, как и отцы церкви. Это люди, размышляющие, имеющие правильное мышление. Ну, то каждая деноминация имеет свои определенные особенности. Поэтому ни в коем случае не думайте, что какая-то деноминация выше другой, да? И я рассматриваю все наши верующие Ишуа, тело, Мессии, как что? Как мозаику, да? Есть различные пальцы, вот такой вот. Да? Различные, мы все разные. Но когда мы подходим и создаем всю одну картину, а когда не подходим друг к другу, просто будет у нас масса деталей, нестыкующихся. Правда? Вот был такой Исаак Сирин. Очень интересную мысль он сказал. Видите, мы получаем награду от Бога? Получаем. За что? А? За веру, да. В принципе, солдат должен получать награду за то, что он и так должен делать. Да? Видите, да. Солдат. А если он совершает какой-то героический поступок, да? Тогда он получает награду. Безусловно. Итак, видите, воздаяние. Очень интересная мысль. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающимся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Да? Если есть и добродетель, и есть труд ради нее, очень большой труд, но нет смирения, то что? Все напрасно. Помните, по противоположному смирению гордыня. И я вот размышляю о Йом-Кипуре, Роша-Шана. Совершенно по-другому получил откровение. По откровениям, Йоанна. Ну, то есть, как сказать, вы все слова эти читали, да? И размышляли, в общем-то, правильно размышляли. Есть много разных комментариев. Но я тут посмотрел. Очень интересно, есть вопрос о человеке, да? Который называется Теплый, да? Теплая церковь. Ну, вообще-то, я думаю, это, наверное, церковь в последнее время. Такие вот динаминации разные, которые считают себя богатыми. Ну, мы, конечно, когда к динаминации не относимся. Я тоже не такой человек, да? И как у нас обычно называют, какого человека, христианина, называют Теплым христианином? Ну, тот, кто мало ходит в церковь, да? Мало дел делает. Я еще раз говорю. Это не потому, что я в противовес тому. Если вам говорят, что нужно делать в церкви, делайте. Но я уже немножко смотрю с другой позиции, понимаете? И я вот посмотрю в деятельные вещи. Оказывается, к нашим делам церкви, эта вот теплость, не имеет никакого отношения. Понимаете? Я не говорю, я не говорю, это мне просто открылось. И я поэтому спешу с вами поделиться. Я не говорю, что я обладаю абсолютной истиной. Вот давайте посмотрим. Внимательно. Помните, здесь описываются разные типы церквей. Это же может относиться в историческом плане. Это может относиться о разных проблемах в церквях. И это может быть относиться от внутреннего человека, а устройства своего внутреннего человека. Ибо каждый человек – это тоже церковь, храм Божий. Согласны? Как мы устроим свою внутреннюю церковь? Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Амэн. Что такое Амэн? Амэн – это имя Божье. И здесь в Откровении дважды употребляется это выражение. Амэн – свидетель верный и истинный. То есть, Амэн, вы помните, означает верно и истинно. Имя Божье – Амэн. И в истины – начало создания Божия. Знаю твои дела. Все. Знаю твои дела. Больше о делах ничего не говорится. Скажите, это говорится о том человеке, который не делал никакие дела? Или, может быть, и тот, который делал дела? Делал дела, потому что почему-то же он возгордился. Может быть, от этих своих дел. И дела, видимо, эти были хорошие. Правда? Итак, о делах больше не говорится. Знаю. Все. Хватит. Не о том речь. Но эта песня не о ней, а о любви. Да? Не о делах. Итак. Ты не холоден и не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Здесь ничего не говорится о том, что человек ходит, не ходит в церковь, как он себя ведет, да? Ну, а говорится о его внутренности сущности. Он теплый. И почему же он теплый? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп и нах. Итак, какой человек теплый по этому определению, если читать прямо, по Слову Божьему, ничего не прибавляя, не отнимая? Видите, тот человек, который гордый, который думает, да, что я вот такой, я, это третья глава, да, 14 стиха, да, и так далее. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а ты знаешь, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Здесь не говорится о богатстве финансовом, да? Это говорится о каком? О духовном богатстве человека, да? Человек думает, что у меня уже все в порядке. Я уже достиг, можно сказать, совершенства. Правда? В действительности все наоборот. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное. Помните, золото, это что? Символ испытания, да? Значит, что нужно такому человеку? О чем нужно просить такого человека? Испытания, да? Помните, только испытания могут дать человеку духовный рост. Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться. Белую одежду, когда одевают евреи? Да? Белая одежда, как она называется? Ки-тель, да? Ки-тель, отсюда китель произошло. Это белая одежда, которая одевает на дне покаяния, да? И, значит, здесь говорится по вопросу покаяния. И чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза свои, чтобы видеть. Видите? Шемеш мазь, да? С одной стороны... Шемен мазь. Шемен мазь. Это с одной стороны елей Духа Святого, да? С другой стороны, смотрите, я говорю, что люди, мы, они не могут видеть яркий свет. У всех у нас был когда-нибудь конъюнхтивит, да? Глаза слезятся, греют в глазах и до светом смотреть не может, да? Тем более, это бывало у людей в условиях эры Сесраэля, Израиля, да? Когда там яркое солнце, очень сухой воздух, пыль, песок, правда? И даже возникают такие тяжелые формы конъюнхтивита, которые сопровождаются слепотой. Он называется трахома. Слышали, может быть, да? Кстати, в Средней Азии тоже бывает, потому что сходные климатические условия. И что? Надо мазать глаза мазью. Это исцеляция. И еще, вы знаете, я так вот подумал, что исцеляет, что излечивает глаза? Слезы человека. Вы знаете, что слезы человека это самое лучшее бактерицидное средство, да? И когда человек плачет, и когда он плачет слезами покаяния, мы должны это рассматривать в аспекте предстоящих на грозных дней, да? То тогда будет очищен взор человека. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Оказывается, теплый человек будет отвержен. Но не потому, что Бог его не любит, да? Он сам поставил себе такое положение. Но Бог его все равно продолжает любить. И я буду тебя испытывать еще раз, и еще раз, говорит Господь, потому что я тебя люблю. Вот здесь у нас вы можете сдать тест, не сдать тест, списать, не списать. Но у Бога нету оценки. Единица, двойка, тройка, четверка, да? Если ты сдал на пятерку, там, на отлично, то ты переходишь на другое. А если ты не сдал, хотя бы чуть-чуть, чтоб опять, опять Бог выставляет тебя в такое положение, где Он тебя будет испытывать. И Он испытывать тебя будет меньше или больше? Больше еще будет испытывать. А если ты будешь дальше проявлять упрямство, Он тебе будет в северо, помните? Господь, мой глава Второй Закония. А если еще будет больше проявлять упрямство, что? Еще в северо. Ну, если уже настолько будешь проявлять упрямство, то у тебя вообще в жизни будет прекрасно. Потому что Бог тебя оставит. Дело тебе тоже оставит. Зачем его мучить, этого человека, который так ему принадлежит, да? Не надо, Боже, впасть в такое положение. И вот я стою у двери и стучу. Опять-таки, здесь не говорится о евангелизации. Кто услышит голос мой и отворит дверь, выйду к нему и буду вечерить, то есть ужин. Именно ужин, видите, это что? Это нечто интимное, да? С ним, а он со мной. И вот этот образ называется Шульц-Кнокер. Да, Кнок-Кнокер, стук, что по-английски, что по-немецки, что наидыши, да? Шульц, это синагога, да? Отсюда тот, кто в Шульце сидит, шулер. Это синагогальная служка, которой зачастую такими шулерами они и являлись, да? Умели вертеться. Как говорится, помните, выйдя в синагоге, вас не обманут. Ну, вот такой был синагогальный, да? Служка, который ходил ночью и стучал. Помните, я вам говорил? В связи с чем? В связи с тем, чтобы люди шли на ночную молитву. Вас по голове не стучать, чтобы вы шли на молитву, правда? А в Штетле люди шили компактно. Поэтому, если синагогальный служка стучал, можно было сделать два действия. Либо продолжать спать, либо что? Встать и открыть дверь, правда? Итак, Господь говорит, встану, и, значит, я войду к нему и буду вечерить с ним. Ну, дальше побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Помните, побеждающему. Самый страшный бой – это какой бой? Бой с самим собой. Победа из побед. Что? Обеда над собой, да. Хорошо. И подведем итоги об этике речи. Вот еще некоторые такие моменты, которые отмечаются. Значит, те, кто занимается злословием, распространяет сплетни, еврейский закон, а рассматривает как абсолютно лишенных доброты и милосердия. Более того, злоязычие считается наиболее страшным грехом и приравнивается к правополитию. То есть, злоязычие – то же, что убийство. Есть еще такая еврейская поговорка. Ну, знаете, что кантор, он что делает? Поет, да? Да, а равен считает проповедой, да? Вот если вы говорите, что равен плохо, если ты говоришь, что равен плохо поет, а кантор плохо проповедует, то ты что? Злословище. А если ты говоришь, что кантор плохо поет, а равен плохо проповедует, то ты кто? Убийца. Запрещено передавать любому человеку любую информацию о любых людях, как хорошую, так и плохую. И хорошее, и плохое, помните, было, может быть, использовано, да, против человека. Если о ком-то говорят, что он очень хороший, добрый человек, и к нему будут приходить всякие люди заниматься обманом, вымогательством. Помните? Также, если бы говорим о ком-то, что если он плохой. Поэтому, помните, как было сказано Лавану, когда он хотел что-то там вякнуть насчет Якова? Не говори о Якове, да, ни хорошего, ни плохого, да. Оказывается, даже учителю запрещено говорить отцу о поведении ребенка в школе, если нет полной уверенности, что это принесет только пользу. То есть, это, если закончится побоями, то нужно учителю говорить? Запрещено даже говорить об этом. Слушающий сплетни, мы говорили, несет такую же ответственность, а в духовном смысле даже еще большую, как и распространяющий их. Следующий пункт. Настойчивое восхваление человека перед его врагами запрещено, так как приводит к озлоблению последних. В тех случаях, когда недостаток информации может привести к отрицательным последствиям, обладающий ею обязан поделиться тем, кто в ней нуждается. Ну, например, человек какой-то нечестный, да, и тот, кто знает об этом, обязан рассказать тому, с кем тот собирается начать совместное дело. Или знающий, что такой-то злодей, обязан предупредить об этом невесту, собирающейся за него замуж. Вы понимаете, да? Но если это к делу не относится, то не надо всем говорить, что он вор, развратник, убийца, мошенник и так далее. Строжайше запрещено проклинать кого бы то ни было на любом языке. Выражение «Бог тебя накажет» – это тоже проклятие. Кому-нибудь вы говорили такое? Если говорили, значит, нужно покаяться. Да, это тоже проклятие. Запрещено кого-либо обижать или оскорблять словами, в том числе называть кличкой. Даже если это человеку нравится. И даже если он не обижается. Запрещено называть ребенка уменьшительным именем. Сережка, Ванька, Танька, Федька и так далее. Запрещено срамить детей и взрослых в кругу семьи, так и предпосторонних. Запрещено хранить злобу на ближнего твоего сердца твоем, а тем более мстить ему. И, видите, еще тоже говорится о Мо-Ци-Шем-Гара. Да, помните? Мо-Ци-Шем-Гара – это тот, кто отыскивает или взращивает плохое имя. Да. Значит, среди образованных евреев Лошон-Гара используется как общий термин для плохих отзывов о ком-либо. Лошон-Гара – шепот, который нельзя остановить, слухи, которые нельзя опровергнуть, грязь, которая никогда не будет смыта. Клеветические истории умоляют твой профессионализм, насмешки говорят о твоих ошибках в делах и грубых заблуждениях, гневные речи утверждают твое моральное падение, указывают на проступки и ужасные черты характера, твою скупость, твою вульгарность, твою трусость, твою жадность, твою непорядочность, твою фальшивость, твой эгоизм и твое предательство, унижающая информация, порощащие тебя высказывания, оскорбительные шутки, пренебрежительные анекдоты, праздная болтовня, светское злословие, злобный абсурд, ранящие остроты, фантастическое вранье. Лошон-Гара в таких грандиозных масштабах способна вызвать страх, печаль, болезнь, духовную изоляцию, финансовые потери и сократить жизнь. Эти люди способны превратить в жалкие ошметки положение, которое ты добивался без малого 60 лет. Ни одна из областей твоей жизни не останется незапятнанной. И если вы считаете все это преувеличением, то вам просто не хватает чувства реальности. Так писал Филипп Рот, один из евреев. В своих мемуарах премьер-министр Израиля Ицхак Рабин слышали о нем? Писал. Лошон-Гара использовал, чтобы дискредитировать и деморализовать премьер-министра и министра обороны Израиля Леви Эшколя в дни непосредственно предшествующей шестидневной войне. Они издевались над ним и разрывали на части его образ, и раскрывали его слабости, предъявляли ложные обвинения и кричали, что у страны нет министра обороны, самый трудный для нее час. Эшколь был выбит из колеи. Груз времени и эта клевелета повияли на то, что возникли сомнения в его компетентности. Его авторитет был попран в глазах нескольких министров и старших офицеров. Потеряв власть, он не имел достаточно сил, чтобы навязать свою волю правительству. Так писал Ицхак Рабин, книга, которая называется «Книга о службе». Палестинский Талмуд говорит так. Сплетник находится в Сирии, а убивает в Риме. Ну, тем более, это сейчас при средствах массовой информации, правда? Поэтому ни в коем случае не допустимо никакие высказывания по отношению к правительствам, никакие анекдоты, да, которые выводят. И, значит, если вы говорите, да, о Рабине, что у него плохой голос, это я уже говорил, так. Хорошо. Однажды один человек, поняв, насколько ужасны его слова, пришел к Рабину просить прощения. Рабин сказал, что простит его с одним условием. Он пойдет домой, разрезает подушку и выпустит перья на ветру. Человек сделал это, пришел опять к Рабину. Я прощен, спросил. Вот. Ещё одна вещь. Теперь пойди и собери перья. Но это невозможно, сказал человек. Конечно, ты тебе равен. И хотя ты искренне сожалеешь о сделанном мне, это невозможно исправить, так как нельзя собрать все твои перья. Конечно, мы можем получить прощение грехов, да? Вы помните, что есть грехи против Бога, есть грехи против людей, да? Если человек не может исповедовать свой грех перед каким-то человеком, или тот человек умер, или находится далеко, да? Или возмещите ему какой-то ущерб, то что он должен подойти к седогогу, взять миньян, десять человек, да? И перед ними объявить это всё. Хорошо. Не говори хорошо о друге своём, ибо хотя ты начал с хорошего, беседа может прийти к плохому. Вавилонский талмуд Бава Батра. Знаете, часто говорят, начинали за здравие, кончили за упокой, начинали говорить о пасторе, о семье пасторе, о каком-то друге своём, а потом всё кончается совсем по-другому. Санчин, это комментарий Торы. Обращая внимание на хорошие черты и качества человека, вы неизбежно привлекаете внимание к его плохим качествам и чертам. Ну, вот у меня есть такая привычка никого не хвалить. Вот стол у меня второй курс. Я кого-нибудь из вас похвалил хоть раз? Ну, в лучшем случае сказал, что неплохо, да? Но я никого не поднимал и не говорил, вот этот человек, он так всё правильно написал, да? Поэтому не хвалите, меня никогда не хвалите, да? Не ругайте. Мой эгоизм не выдержит, если вы меня будете критиковать и ругать. Единственный человек, которому я позволяю себя критиковать, это моя жена. Ну, она привыкла, я к ней привык, и то я не всегда воспринял. Но и не надо сильно хвалить, да? Просто надо обращаться с человеком ровно и спокойно. Вот тоже опять американская традиция, харизматическое такое движение. Её восприняло, что надо человеку всегда там хороший, он у меня такой пастор замечательный. И даже ему глаза говорить, да? Ну, вы сами, знаете, завлекаетесь таким образом на человека зло. Если вот меня начинает кто-нибудь хвалить, и знаете, как мне страшно становится? Не знаю, почему. Меня охватывает ужасный страх. Может быть, потому что меня отец никогда не хвалил, а если мать пыталась хвалить, я в таких довольно суровых условиях воспитывался, понимаете? И когда говорят, нельзя ничего, ребёнка, а то испортишь ребёнка. Пошлить надо, но, понимаете, вот именно надо иметь мудрость. Да, ну, в крайнем случае, наедине можно похвалить человека, но если вы хвалите человека перед другими людьми, да, вы тем самым открываете место дьявола. И у меня иногда, когда меня хвалят, тоже появляется такая мысль. Иногда. Иногда. Ну, совсем иногда. А может, я, в общем-то, действительно такой, да, понимаете? Что-то, когда меня ругают, у меня никогда не появляются мысли, да, я такой. Да что вы, они ошибаются. Ну, не может такого быть. А когда меня хвалят, у меня всегда появляется такая мысль, что как-то, ух, я действительно такой. Правда? А, согласны? Ну, так у меня, у вас, конечно, этого нет, понятно. Хорошо. Слова ведут за собой дела. Уста совершает первый шаг. Еще интересно. Только Бог похвалит нас за те злые слова, которые мы не произнесли. Хм, 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 да? Хорошо. Все, созданное в мире, Божий может преподать нам урок. О чем у нас учит поезд? Тому, что из-за минутного опоздания ты можешь потерять все. А телеграф? Да? Тому, что мы платим за каждое слово. А телефон? Тому, что ты говоришь здесь, а слышат там. Да? И именно о сплетни говорится. Проклят, убивающий тайно ближнего своего. Видите? Если мы просто убиваем человека, мы, кто рано или поздно, кто-то узнает. Да? Но если мы убиваем человека тайно, это проклятие. Дворим 27-24. Проклят, убивающий тайно ближнего своего. Услышал что-нибудь, пусть это умрет с тобой. Будь тверд. Это не разорвет тебя на части. Всегда, когда мы слышим что-то, там так хочется поделиться с кем-то. Ух, а это я услышал. Да ну? А, да, да. Итак, услышал что-нибудь, пусть это умрет с тобой. Будь тверд. Это не разорвет тебя на части. Да? Теперь еще немножко. Законы спора. Как правильно спорить? Видите, когда евреи спорят в Торе, есть такой способ обучения Торе, вы помните, я вам рассказывал, да? Когда стоят два человека, и один говорит одно, вот как мы в свете часто. Вот это у нас такой метод обучения. Он говорит одно, я говорю другое, иногда мы соглашаемся, иногда мы не соглашаемся. Но что-то из этого рождается. И вот такой метод изучения Торе называется свара. Свара. Поэтому что там делают евреи-седогоги, да? Они сварятся. Сварятся. Да? Есть такое выражение? Свара. Сварка. Да, а ну по-украински, видите? Ну, украинцы это евреи, вы понимаете, только хорошо замаскировавшиеся. Итак, как правильно спорить. Школа Гелеля и Шамая спорили три года. И каждая утверждала, мы видим закон верно. Затем голос с небес, это называется Бат-Коль, дочь голоса, голос с небес объявил, оба учения слова Бога Живого, но закон будет следовать школе Гелеля. Но спросили, если оба учения слова Бога Живого, так почему же школа Гелеля будет определять закон? Потому что они были добры и скромны. Потому что учили как свои предписания, так и законы школы Шамая. И даже упоминали законы школы Шамая впереди своих. Вавилонский Талмуд трактат Эрувим. То есть умение учеников школы Гелеля правильно спорить помогало им приблизиться к истине. Во-первых, они были добры и скромны, и их эгеризм не мешал им признавать правду, если она была на другой стороне. Во-вторых, они специально изучали идеи оппонентов, даже те, с которыми не были согласны. Это давало уверенность, что они будут делать выводы лишь после глубокого и разностороннего изучения. У нас очень часто бывает так. Ну вот это. Я, конечно, не знаю, что это такое, но это плохо. Бывает такое, да? Я не говорю, что всему плохому надо следовать, но надо изучить, надо понять, почему происходит так, а не иначе. Поэтому способ введения спору школы Гелеля был не только более доброжелательным и скромным, но и вел к истине. Рабе Егоша бен Хананья, последователь школы Гелеля, также стремился познать истину. И ему было неважно, от кого исходила мысль, если она была верна. Рабе Егоша говорил, что его переспорили только три раза в жизни. Однажды женщина увлечила его в плохих манерах, и два других раза его переспорили маленький мальчик и маленькая девочка. «Что случилось с маленькой девочкой?» спросили его. «Я шел по дороге, там была тропинка, ведущая через частное поле. Я пошел по ней, тут маленькая девочка подошла и спросил, хозяин, а разве это не частное поле? Значит, здесь запрещено ходить». «Нет», — ответила я, «Это явно протоптанная тропа. Вот такие воры, как ты, и протоптали ее. Вот такая маленькая девочка, еврейская, конечно, была. То есть тот факт, что преступление совершают многие, и то, что это делают многие, это вовсе не значит, и даже если это делается безнаказанно, и уже становится традицией, не является оправданием для преступников. Поэтому не ходи за большинством, если оно идет против Торы. Был такой Кузьмак Прутков, не знаю, был он евреем или нет, но мысли у него явно были еврейские. И он выдал очень хорошую мысль. «Не плыви по течению, не плыви против течения, а плыви туда, куда тебе нужно». Хорошая мысль. Итак, не ходи за большинством. А что случилось с маленьким мальчиком? Я опять путешествовал и заметил маленького мальчика, стоящего на перекрестке. Я спросил его, какая дорога быстрее всего приведет город? Он ответил, вот эта дорога короткая, но длинная, а та длинная, но короткая. Это дорога короткая, но длинная, да? А та длинная, но короткая. Это, конечно, еврейское мышление. Я пошел по дороге, которую я назвал короткой, но длинной. Но когда я подошел к городу, то понял, что он весь окружен садами и пройти можно только в обход. Поэтому я вернулся к перекрестку. Когда я спросил у маленького мальчика, сын мой, зачем ты сказал, что дорога короткая, да? А разве я не сказал, что она длинная? Правда? Или вот еще такая рассказ Иерусалимского писателя Раби Петхаспели. Мужчина собирался подняться на холм, когда заметил неподалеку старика. Он спросил, долго подниматься на холм? Старик не ответил. Человек задал вопрос опять на этот раз громче. Снова старик ничего не ответил. Решил, что старик глухонемой или слабоумный. Человек начал восхождение. Он прошел несколько метров и услышал. Где-то 20 минут. Человек повернулся. А почему ты не ответил, когда я спрашивал? Старик сказал, пока я не увидел, как быстро ты ходишь, как я мог сказать, сколько ты будешь подниматься на этот холм? Итак, урок прямо с порщиком. Цезарь, оператор, как ты сказал Раби Татхуму? Приходи, пусть мы станем одним народом. Тот ответил, хорошо, но мы уже обрезаны, этого не изменишь. Поэтому вам придется сделать обрезание, чтобы стать как мы. Ну, хорошо, сказал Цезарь. Но раз ты победил императора в споре, тебя нужно бросить на распоряжение львам. Буквально на арену с дикими животными. Они кинули Раби Татхуму к львам, но львы не тронули его. А один неверующий, стоящий рядом, сказал, они не съели его, лишь потому что не голодны. Тогда этого человека тут же кинули к львам, и они рассерзали его. То есть, похоже, история, которая произошла с Данилом. А как вы думаете, почему не рассерзали льви Раби Татхуму? Вот у тебя есть такое выражение на праведника, и пес не пошли лет языком. И шел Раби по дороге со своими учениками, и вдруг вылетает собака здоровая. А он бегом бежать, ученики его садим. Там говорит, Раби, а что ты бежал? Ты же только что нас учил, что на праведника и пес языком не пошевелит. Ну, понимаешь, но я же не знал, читал от собаку эту Тору или нет. Хорошо. Не враждуй на брата свое сердце свое, обрати слово увещевания к ближнему твоему, и не понесешь за него греха. Баекрата, если вид 19.17. Видите? Не враждуй сердце твое, обрати слово увещевания к ближнему твоему. То есть, можно не говорить о человеке злое, но что можно враждовать сердце твое. И это рано или поздно через твое поведение обязательно проявится. Если один человек согрешит против другого, другой тихо ему об этом скажет, то обидчик изменится, а другой примет извинения, и они помирятся. Но если он не упрекнет его, то будет держать ненависть в сердце своем, а потом отомстит ему сразу же или через некоторое время. То есть, то же самое Иешуа говорит, да? Если ты знаешь, что кто-то имеет против тебя, он говорит, что ты имеешь против кого-то, это еще более высшая степень, да? И говорится о том, что ты имеешь против кого-то, и пойди, примирись. Но если он имеет против тебя, ты против него ничего не имеешь. Но все равно, кто стоит на пути погибели, ты стоишь на пути погибели, или он стоит на пути погибели? Он имеет против тебя злое, да? Не знаю, реализует оно злое, или не реализует, но человек, который враждует на ближнего сердца своем, уже на пути погибели. Поэтому нужно подойти и разрешить вопрос с ним. Даже если это будет тебе чего-то стоить. Правда? Вот. То есть, не понесешь на него греха, понимая так, не бездействуй, когда видишь, что кто-то собирается поступить плохо, иначе ты разделишь его вину. Сделай замечание этому человеку, и не понесешь ответственности за его поступок. Но есть и другое толкование. Хотя тебе и разрешается упрекать, людей не согреши, делая это. Не оскорби того, кого ты упрекаешь, ибо унизить кого-то, особенно публично, само по себе большой грех. Как советует маймонит, ты, упрекающий другого за проступок против тебя самого или против Бога, делай это наедине. Говори с обидчиком мягко, вежливо, и напомни, что говоришь об этом ради его же блага. И ты должен говорить о плохом поступке до тех пор, пока грешник не набросится на тебя и скажет, я больше не хочу слушать. Это Мишне Тора, трактат «Законы о воспитании характера и этическом поведении». Если мы что-то видим и что-то нам не нравится, мы здесь вот разные люди, ну, вот одним, допустим, не нравится, как в харизматическом движении танцуют, или музыка не нравится, другим, может, там не нравится, как кто-то молится, третий, может, не нравится, как кто-то одевается, да, у разных людей разные мнения и так далее. Или я вот вижу какие-то вещи, которые все люди кричат, что это чудеса, а я думаю, что это не чудеса. Да? Как мы должны поступать? Да? Ну, а в сердце своем то, что это, запомните, формулировку, чтобы не дай ни Бог не оскорбить Духа Святого. Правда? Потому что, если мы видим действие Духа Святого, а думают, что это не действие Духа Святого, или если мы действительно видим человека, любящего Господа, но его поведение не нравится нам, допустим, да, вот, потому что мы не привыкли к нашей культуре, это другое, да. Мы не знаем, как он, и какие причины этого, поступка этого поведения. Значит, я это, что? Не принимаю и не порицаю, да? То есть, я этого не принимаю и не порицаю. Я могу не принимать, да? Но я это не должен порицать, даже в сердце своем и в мысли своих, да? Я этого не принимаю и не порицаю. Как только мы будем судить, можете другое вам выражение, я не осуждаю, да? Как только мы начнем судить кого-то, мы будем тут же сами осуждены. Справедливо или несправедливо мы судим. Всегда есть за что нас осудить, правда? Безусловно. Хорошо. Кто может предостеречь своих домочадцев от совершения греха, но не делает этого, виновен в грехе своих домочадцев. Если он может предостеречь жителей своего города от греха, но не делает этого, он виновен в грехах своего города. Если он может сделать безгрешным весь мир, но не делает этого, он виновен в грехах всего мира. Вавилонский Талмуд, трактаж Шаббат. Раби Тарфон сказал, я не знаю, способен ли кто из этого поколения принимать критику. А Раби Элезар Азари в ответ ему сказал, а я не знаю, есть ли кто в этом поколении способный правильно критиковать, не унижая человека. Вавилонский Талмуд Арахин. Видите, любовь без критики не любовь. Мир без тактических замечаний не мир. Брешит Раба. Это мидраж такой. Когда лучше всего промолчать? То есть, есть вещи, когда мы не можем молчать, да? Есть вещи, когда лучше промолчать. Ты обязан сказать то, что услышит, ты не должен говорить того, что услышано не будет. Понимаете? Слышать будет услышано. Если мы делаем как будто замечание и знаем, что это замечание услышано им не будет, то есть, слухом он может быть услышит, да, но, помните, слово шма означает слушать, да, и понимать. Но, не поймет? Значит, Вавилонский Талмуд. Ты обязан сказать то, что услышит, но ты не должен говорить то, что услышано не будет. Ты обязан сказать то, что услышит, но ты не должен говорить то, что услышано не будет. Еще немножко по-другому сказал. Не мечите ценности, да, или бисера перед свиньями, да? То есть, зачем это нужно говорить? Зачем? Пользы от этого никому не будет, да? А только один вред. как я могу быть судьей того, что еще не произошло? То есть, я вот определяю, услышит человек или не услышит, я не узнаю, услышит или нет. Я заранее могу осудить его, типа, вот на углу тройки, поэтому я ему говорить не буду. если мы знаем уже, во-первых, поведение этого человека, разумеется, с незнакомым, да. Но, во-вторых, все-таки, видите, как мы говорим, Боже, дай мне, что, силы, да, дай мне силы изменить то, что можно изменить, да? Дай мне терпение перенести то, что я не могу, и дай мне мудрости отличать первое от второго, да? Хорошо. Раби Израэль из Бижниц любил по вечерам прогуляться со своим Габаем, то есть, за вхозом, помощником. Однажды он остановился перед домом богатого управляющим банком. Этот человек был москелем, то есть, следователем движения просвещения, Гаскала, и не был почитателем Раби. Раби Израэль посвящал дверь, и когда слуга открыл его, вошел в дом. Габай, ничего не спрашивая, пошел за Раби. Банкир встретил почетного гостя и вежливости. Раби сел на предложенное место и долго сидел в полном молчании. Зная, что протокол не позволяет прямо спрашивать Раби о причине его визита, хозяин задал этот вопрос на ухо Габая, но тот лишь пожал плечами. Через какое-то время Раби собрался уходить и начал прощаться. Банкир проводил его до двери и тут любопытство взяло вверх. И он спросил, Раби, не могли бы объяснить, почему вы почтили меня своим визитом. Я пришел к тебе, чтобы выполнить Митсу, сказал Раби. И слава Богу, мне это удалось. А какая же это Митсу, удивился Банкир. Наши удрецы учат, что так же, как мы обязаны говорить, когда будем услышаны, мы обязаны молчать, когда услышаны не будем. И вот, если я сижу у себя дома, а ты у себя, разве я выполняю Митсу, не говоря тебе то, что ты не услышишь. А чтобы правильно выполнить Митсу, я должен прийти домой к человеку, который не будет слушать, и там не сказать ему ничего. Именно так и поступил. Интересно, еврейское вышлёг, правда? Может быть, Рабе, ты скажешь мне, что ты хотел сказать, вдруг я послушаю. Боюсь, нет, соответствую Рабе. И чем дольше отказывался Рабе, тем сильнее росло любопытство банкира. Ну, хорошо. Одна ближайшая женщина должна вашему банку большую сумму под залог своего дома. Через несколько дней ваш банк пускает её дом с молотка, и она останется на улице. Вот я хотел попросить посмотреть сквозь пальцы на этот долг, ну, и стал изомиться в молчании. Ну, что вы хотите от меня, удивился управляющий? Ведь вы знаете, что она должна не мне, а банку, а я только управляющий, я не хозяин, и долг остаётся, а долг достигает нескольких сотен. Ну, вот я и говорю, что ты не захочешь слушать. На этом Рабе закончил разговор и ушёл. Управляющий вернулся в дом, но слова Рабе поразили его самое сердце, и он не успокоился, пока не заплатил долг этой вдовы из своего кармана. Вот видите, какие случаи, да, когда лучше проволчать. Когда вы не знаете, будете услышаны или нет. Хорошо. Ещё у нас остался один урок. Сейчас мы говорим как раз о том, что делать, да. Мы много говорили о том, что не делать, а теперь мы говорим о том, что делать. да. 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 Субтитры подогнал «Симон»